Ну а вы знаете, что Библия такая книга есть на земле? Знаю. Ну вот в ней всё сказано, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес в третий день. И дарует спасение. Мы же все смертные. Неверующий человек, он одинокий, покинутый. С ним что угодно можно сделать. А когда человек верит, он знает, что это жизнь временная. И ради вечной жизни он совсем по-другому себя ведёт. Ну и хорошо. Ну так мы скажем вам. Если хотите, я вам несколько вопросов задам, а вы мне. Давайте, я вас слушаю. Так. Как вы понимаете слово «эволюция»? Есть такое или придумано это что-то? Эволюция существует. А почему она прекратилась? Ну это я в мире. Да. А почему она прекратилась? Вот сейчас находят несколько тысяч лет янтарю. И там ящерица, жук, комар. Один к одному. Почему вся эволюция прекратилась на земле? Если она была. Потому что... Ну потому что сейчас мир такой. Ну я не знаю как объяснить. Ну давайте так, коротко скажем. Слон и муха разные. Как они могут происходить из одного? Из мухи слона не сделать никогда. Белый медведь есть. Клетки размножаются. Ну так размножаются. Мышка, мышка, рождает мышь. Медведь, медведи. Человек, а человек. В процессе некоторого времени клетки размножаются и изменяются. Это нормально. Никак не изменяются они. Вот то-то и дело. В Советском Союзе большие опыты проводили скрещивание человека с обезьяной. А еще не знали там хромосомы, там структуры. И все рухнуло, ничего нету. Они не воспринимаются. Нет никакой эволюции. Бог сотворил. А при чем тут вы сейчас задали вопрос за верующих, и сейчас вы начали разговаривать о эволюции? Начали о эволюции. Единственное, что человек может сказать, Бог сотворил все. И тогда все понятно по великой Божьей премудрости. Все прекрасное, разнообразное. Ну, вы знали загадку такую? Что раньше было? Курица или яйцо? Что раньше? Такая загадка есть. Курица. Это обоснованное, доказанное учеными. А как она появилась? Из чего? Курица только из яйца появляется. Курица откуда бы взялась-то? А яйцо только из курицы. Ну, не надо же. Понятно, что курица была сыпленком. Так это ученые доказывают. Да они не доказывают ни один ученый. Оказывается, Дарвин совсем не говорил, что человек это шел с большими сокровищами. Рассказать о Боге, о вечности, о душе. Ну, надо, чтобы родители были рядом. Потому что ты еще несовершеннолетняя. Если есть дома кто-то, можешь позвать. Мы очень интересно побеседуем. Позови кого-нибудь. Я одна дома. Ах, одна дома. Ну, ладно. Я только спрошу. А у вас там православная церковь есть, где живешь? Нет, мы в деревне живем, но соседней есть. А, в деревне совсем. А сама-то ты веришь в Бога? Да. Молишься по утрам, вечерам? Нет, но крещеная. Ну, крещеная это еще не все. Может быть, даже не крещеная, а моченая. Главное-то... А у вас церкви раз нету, значит, и занятий никто не ведет, по слову Божию? Нет. Нет, закон Божий. Он город ездил. Понятно. Видишь, какой народ. Мы сейчас вам покажем наше сокровище, с чем мы пришли сюда. Поговорить о Боге, о вечности, о душе. Ну, давайте поговорим. Давайте. Тогда не отключайтесь сразу. Мы сначала расскажем о себе. Мы верующие. Православные христиане. А вы еще не верующие? Я верующие. Верующие. Вот мы строим деревню православную с нуля. Вся деревня православная. Получили статус, землю. У нас нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. А как вас зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. Год? А вы подвинутые люди? Ну, у меня очень большой, не просто большой, а самый большой в Ютубе канал. Можете зайти, посмотреть. Там сокровища неоценимые. В Ютубе канал. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас там 20 840 роликов. И общий просмотр 46 миллионов. У нас богатые просто, там материалы такие. Может, какие у вас вопросы есть о Боге, о Вечности, о Душе? Это вы, да? Это я. Это наши, как раз. Вы там вверх уткните, где написано канал или, ну, что-то такое там, видео, чтобы вам перейти на первую страницу. А вы расскажете нам про Бога? Что она? Про Бога расскажете? Я вам рассказываю так. Вот эта книга, у вас, где живете в городе, православная церковь есть? Да. Вот. Вы постарайтесь достать Библию. Если Библия не вся, хотя бы Новый Завет. Она из двух частей. Ветхий Новый Завет. Евангелие. И вы будете считать. Тогда у вас будут вопросы. Я вам оставлю свой адрес. Если вы просто задумаете, имейте, о душе задумайтесь, вы на меня выйдете. В Скайпе. Знаете, такая система есть? В Скайпе. Игнатий Лапкин. Зарядите, вы на меня сразу выйдете. Покажу им сейчас, какой у меня охранник. Ой, подожди-ка. Давай, беги. О, прибара. Так. Вот так. Задел маленько. Ничего. Показать просто. И когда вы будете считать, у вас будут вопросы. Господь Бог вещен. А раз Бог есть, сотворил весь мир, то Он дал человеку и закон. Закон – это Евангелие. Там описано все. Как Бог сотворил человека из праха земного. Как из ребра мужчины и Адама получилась Ева. И как они согрешили и были изданы из рая. Это история человеческого общества. Но вот говорят, человек там 100 тысяч лет, 200 тысяч. Неправда. Сейчас идет 7528 год от Адама. Даже 8 тысяч нет. И поэтому в мире не найдено ни одной стоянки человека, где было бы так. Недавно тут выставили здесь вулканы, где-то извергался, и далеко пепел нанесло. И когда нынешне следы-то убирать стали пепел, и там нашли, оно все остыло. По теплому шли. Большая мужская нога определили, другая женская и ребенок. И там какой-то поток был небольшой, он на руках его переносит опять. Никаких, говорит, стаи ничего не было. Это самое древнее, где-то тысяч 6 назад лет. Жили так же с семьями. И все так и было. А все остальное обман. А кто-то со мной сидит. Сестра во Христе сидит. Здравствуйте. Добрый день. А вы на уроке сидите? Да. А я учительница математики. Да. Да. Так. А сколько вам лет? 40 почти. Все. Ладно. До свидания. До свидания. Пока. Всего хорошего. За всем. А когда вы поняли, что ничего нету, маленькие были или потом как-то дошли до этого? Да нет. Я просто не могу верить в то, чего я не видела, не слышала. Ругается? Чего не видели и не слышали, они не могут в это поверить. Правильно вы говорите. Раз не видели, то вы верить не можете, потому что веры нет. Но вы знаете, какой сейчас год идет? 2020. 2020. А от кого? От чего он пошел этот год? Первый-то был. Дождей. Первый год от чего пошел? От какого события? От рождения Христа. От рождения Иисуса Христа. А вот сегодня у нас календарь идет, который... А кто этот календарь придумал? Кто календарь придумал? А я не знаю. Юлиан, 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 Юлий Цезарь, Юлий Цезарь, жил император Кесария Рима, а его календарем пользуемся, а его не видели никогда. Как так? Если мы его не видели, откуда календарь взялся? Ну, типа, знаете, говорят, что Веру придумали, чтобы людям не жаловался в свою жизнь и всякая такая хрень. Нет. Однако в жизни-то так не бывает. Вот мы сейчас, даже в школе, если изучаете, вы ни Пушкина, ни Лермонтова не видали никогда. А вы верите, что они были? Ну, вообще-то у них есть портреты и фотографии. О, а тут есть иконы, иконы, и Писание оставил Господь. Ой, иконы, 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 иконы. Люди почему не верят в Бога? Как вы думаете, от того, что умные, или как? Обычные люди, которые были в истории, это нормально, а человек, который пришел с неба и всякая такая хрена тень, это уже не фантастика просто. А как вы думаете, кто себя лучше здесь в жизни устраивает по развитию ума, совести, верующий или неверующий? А? Кто? Ну, кто лучше поступает, от кого вас, вы знаете, что человек, который верующий, он себя от чего-то сохраняет, то нельзя, другое нельзя? Или неверующий, у которого нет никаких преград, и он делает, что хочет? С кем опаснее рядом жить? С кем вы в разведку пойдете? С верующим или с неверующим? Со мной. Со мной опаснее жить, да. Здравствуйте. Ладно. У вас, если будет желание встретиться, у нас очень большие ресурсы здесь в интернете, вы можете найти, у меня канал называется «Восвете Библии», он самый большой в интернете. Вам будет интересно посмотреть, как верующие живут. Мы деревню православную строим. А сколько у вас подписчиков? Он сказал о том, что мы делаем необычное дело. В стране погублено за перестройку 31 тысяча поселок, деревней. А мы взяли землю с нуля и начали строить деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Понятно. Но некоторые не ждут этого, чтобы что-то случилось. Если что-то случается, я к нему не иду. А почему? Ну, а как он мне поможет, если его нет? Ну, а если поверить в него, так же, как в Пушкина или Лермонтова, и попробовать с ним поговорить, может быть, он откроется вам? Обычные люди, а Бог – это уже из ряда фантастики, как бы, да? Если мне сказали, что Пушкин у меня не дать, так бы я не верила. Так Пушкина тоже кто-то нарисовал. Тоже из ряда фантастики, можно сказать. Ну, так он, типа, не исполняет желания, не всякое такое и так далее. Он обычный человек и всё. Вот именно. А вы по нации кто будете? Я кореянка, она русская. Кто? Кореянка и русская. Кореянка и русская. Вот смотрите, вагон из Владивостока в Москву идёт, а там сидит один туркмен старый. А студент ему говорит, вот ты молишься, руки сложил-то, а Бога нет. А как нету? Есть Бог, Аллах. Он говорит, я тебе докажу, что никто не творил. Сейчас пойду у Проводицы тряпку возьму, намочу её и бросим её. И к Москве будем подъезжать, и там маленькие букашки. Он говорит, ну и хорошо. Взял Божья тряпка, Божья вода полил, Божья букашка вылез. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.